ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Дорогие телезрители, поклонники футбола, добрый вечер. А мы в прямом эфире на ваших экранах. Стадион «Октябрь», город Москва. Отличная погода, плюс 25 градусов. Сложил свои полномочия. Действующий обладатель Кубка России, Пермская звезда, уступила Чертанова. Понятное дело, она на поле не появлялась. А также Эльвира Заястилова, Анна Кложникова, Надежда Смирнова, Екатерина Сочнева и Анна Человяга. Давайте посмотрим, чем закончится этот эпизод. Опасный момент, разбег, удар. Вы знаете, достаточно, действительно. А вот добивание. А вот добивание, мяч в ворота влетает. Не видела она его, видимо, в момент удара. Но первое взятие в ворот есть. С дебютом Ксеница Бутович открывает счет в этом матче. 19-й. Номер 1-0. Вот это дебют, я понимаю. И сразу же мы слышим болельщиков. Активных болельщиков, фанатов московского ЦСКА. Отдельный у них сектор на противоположной трибуне. Стандартный октябрь. Если уж выбрал свою команду, болей за нее до конца. Габриэль Ангене. Она с мячом. Он летит, летит. И за ворота. Оказывается, перелетает через перекладину. С нашей позиции все, что угодно могло показаться, что на ворота летит. Давайте посмотрим заводачи. И все высокорослые на своих местах. Вот здесь немножечко, небольшая аркировка произошла, поскольку Анна Кожникова пошла туда в штрафную. Как и Ксения Коваленко. Ошибается на выходе. Ананева дотягивается до мяча. Но вот какой момент затем возникает. Ну и разряжает сама же Анастасия. Этот эпизод немножко нерасилотливо сыграла на выходе. На втором этаже футболистки ЦСКА играть умеют. Тяжело сейчас будет. Подача. Тонуа. Тоже не безошибочно, вы знаете. Сквозь перчатки этот мяч пролетает. Как будто бы смазала она их маслом. Пауз не было. Может быть никакой компенсации от арбитра тоже не будет. Заброс вперед от Кожникова. Ананева выходит. Опять нерасчетливо. Опять ошибка. Пустые ворота. 2-0. Вратарский гол, друзья. Без сомнения. Да, вот что такое отсутствие настоящей игровой практики. Анастасия Ананевой. 2-0 в пользу московского ЦСКА. На 40-й минуте первого тайма. Это случилось. Сочнево. Сочнево. Группа явно живет футболом. Приятно видеть. И вот момент. И штанга выручает команду добивания. И здесь уже Ананева играет. Габриэль Ангене. Снова ошибка Ананевой. Снова Ананева. Она не добирается до мяча. И рядом со штангой прилетает игровой снаряд. Коботович налево. Наверное, важно сегодня Эльвере Тодова и обороне. ЦСКА сыграет на ноль. Но вот подарок для Безенковой. Правда, ЦСКА успеет сейчас отработать. Безенкова удар в створ достаточно сильно. Это то, чего не было еще. Нескорослая Камерунка. И это не гол. Вы знаете. Но как разыграно было футболистом ЦСКА, я даже замер на мгновение, решил посмотреть вместе с вами молча. Подача. Ох, как близко. И снова крик «Я!» И снова мяч не в руках Галкибера. Поедут на финал против Чертанова. Вот только в какой город? Будет это Москва или Тамбов или где-то еще? Пожмем, увидим. А это будет 3-0! 3-0 в пользу ЦСКА Елена Терехова. Возможно, эффектный восклицательный знак ставят сейчас на надеждах, во-первых, россиянки, во-вторых, Елена Терехова уже точно выводит ЦСКА в финал Кубка России сезона 2017 года. И после этого гола состоится еще одна замена в составе московских армей. Ксения Шакова вместо Габриэль Ангене появляется на поле. А это, судя по всему, финальный свисток. И мы поздравляем московские ЦСКА, весь тренерский штаб, всю команду и, конечно же, болельщиков с успехом в клубной истории ЦСКА с выходом в финал. Пожимают руки тренеры той и другой команды. Ну, а подболистки ЦСКА сейчас, конечно же, пойдут к своим болельщикам благодарить команду. Это традиция у них. И, естественно, кричать друг к другу, мы ЦСКА, мы победим. Редактор субтитров А.Семкин